Новое направление единоборств начали культивировать в Тверской школе борьбы Олимп. Это татарская национальная борьба Карэш. Причем у представителей Верхневолжья уже есть и первые успехи. Сразу несколько медалей привезли наши спортсмены с турниров федерального уровня. Спицок спортивных организаций Верхневолжья стал еще больше. Теперь в Тверской области есть своя федерация по борьбе Карэш. Это единобор, что будут развивать в известной школе борьбы Олимп, директор которой вошел в руководство. Вице-президентом федерации Карэш стал Кахрамон Кулсахатович Нуралиев. Это известный в области тренер, известный по дзюдо, по универсальному бою. Карэш – это татарская национальная борьба на поясах. Развитие в Тверской области станет еще одним фактором, объединяющим людей, убежден президент регионального отделения Фонда мира. Мы уже давно и тесно работаем со школой Олимп. И очень хорошо, что тренеры школы Олимп помогают развивать такие виды, новые причем виды спорта, не только традиционные, такие как дзюдо, а уже развиваются национальные виды спорта. Это очень хорошо и замечательно, то, что мы должны делать и поощрять в дальнейшем. Тем временем у тверичан, занимающихся борьбой Карэш, уже есть свои первые успехи. На завершившихся недавно в Казани чемпионатах страны среди юношей, наши завоевали три бронзы. Среди медалистов и Артемий Селезнев. Проиграл соперника из Сатарстана, проиграл из-за того, что опыта не хватило. Первый раз выступал. А так? А в чем, на твой взгляд, на лидер в пейдинге, чего тебе это не хватило? Ну, чуть-чуть силы, наверное, физической. Вместе с Артемием в школе борьбы Олимп занимаются и два других бронзовых медалиста Казанского чемпионата Алексей Игнатьев и Ахмед Хасбулатов. Взяв первые награды, они уже ставят перед собой самые высокие задачи. Попасть не абы куда, а на чемпионат мира по борьбе Карэш.